Снова здравствуйте. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов, которые смогли организовать такой замечательный митинг, где мы можем обменяться проблемами нашими и постараться найти решение для них. Я очень рад, что здесь присутствуют очень авторитетные представители WHO и МАИР. Со стороны организаторов из Института Петрова тоже огромная поддержка чувствуется. Я хотел бы рассказать о регистре, который я представляю с точки зрения исследователя, который пользуется данными регистра в основном, потому что к регистрации данных я, к сожалению, не такое большое отношение имею. Следующий слайд. Архангельская область – это территория, равная двум Франциям, но, к сожалению, очень низконаселенная. В настоящий момент численность популяции в Архангельской области 1 миллион 200 тысяч, но происходит неуклонный процесс депопуляции. За последние 15 лет количество населения сократилось на 250 тысяч человек. В основном это сейчас миграционная составляющая, но в том числе и за счет превышения темпов смертности над темпами рождаемости. И это рождает большие проблемы, связанные с тем, что население стареет за последние 10 лет. Доля населения старше 50 лет увеличилась на 12%. Ну и как ни крути, сколько факторов риска, не упоминай рака, самое главное – это возраст. В связи с этим у нас растет смертность от онкологических заболеваний вместе с заболеваемостью. Регистрация происходит в новых больных так же, как и в других учреждениях подобного типа в диспансерах. Поэтому я бы, наверное, не стал останавливаться на этом. Единственное программное обеспечение наше – это популяционный раковый регистр компании «Новелл». Мы уже сегодня разговаривали в кулуарах с разработчиками. В целом мы довольны этой программой, но есть некоторые вопросы, которые нужно обсуждать. Должен сказать, что наш регистр существует столько же времени, сколько и Санкт-Петербургский. 22 года. В 1993 году он был основан. Но мы считаем, что стабильные данные, которые заслуживают доверия, примерно с 1998 года у нас. И с этого же времени мы как раз ведем свои публикации, научные разработки по данным регистра. Мы публиковались и в России, и за рубежом. Здесь представлены данные о ведущих локализациях рака в Архангельской области с грубыми показателями и мировым стандартом. Как вы видите, везде очень здорово отличаются грубы от стандартизованных показателей. В первую очередь, вследствие того, что население в Архангельской области старое и стареет. По заболеваемости на первом месте легкой бронхи, следующая кожа с меланомой. Она, в общем, эти опухоли достаточно частые, но социального звучания, звучание такого, как другие, локализации не имеет из-за низкого уровня смертности. Разумеется, в правой стороне таблицы, значит, кожи нет. Ну и, в общем, определенную тревогу вызывает то, что поджелудочная железа, рак поджелудочной железы в Архангельской области уже в десятку инцидентных опухолей входит. Ну, а в структуре смертности он уже среди одних из первых причин. Какие проблемы? Данные, к сожалению, требуют проверки постоянной и некорректный ввод. Это достаточно часто встречается. Мы проверяем наши данные на качество, прежде чем их анализировать, поэтому это достаточно серьезная проблема. И решение здесь может быть только одно. Я у Ольги Петровны как раз спрашивал, существуют ли централизованные какие-то курсы по обучению регистраторов. На мой взгляд, уже настала пора, во-первых, им объединяться, регистраторам, как это, например, в Америке сделано, да, и организовывать курсы, в том числе, может быть, интернет-курсы. Это очень важно, потому что качество вводимой информации, ну, это главное практически. Если мы введем некорректную информацию, то сколько угодно можно данные анализировать, все равно они будут некорректны, к сожалению. Значит, понятно, что неполные данные – это тоже достаточно серьезная проблема. Вот с точки зрения анализа, что нам удалось на многих локализациях выяснить, удивительное дело, больной, зарегистрированный в базе данных регистра, у которого полностью отсутствует информация, на самом деле не такой уж обреченный, как, казалось бы, да, по сравнению с больными, у которых четвертая стадия и даже третья. По некоторым локализациям выживаемость больных, которых мы кодируем девяткой, выше, чем при третьей стадии. То есть мы возможные проблемы, возможные причины этого анализировали, но предполагаем все-таки, что здесь очень большое место как раз занимает медицинский туризм. И то, что, к сожалению, из сферы учета очень много больных уходит в ведомственные учреждения. Ну и множественные записи – это, наверное, всеобщая проблема у всех регистраторов. Мы столкнулись с тем, что некоторые больные, особенно долгоживущие при раке щитовидной железе, предположим, раке предстательной железы, много раз заводятся в базу данных регистра. Если их, ну, не почистив базу данных регистра, проанализировать, мы дадим очень искаженные данные по заболеваемости, смертности, выживаемости, чему угодно. И должен сказать, что, значит, наша научная команда, группа, главным образом сосредоточена на анализе выживаемости больных по данным регистра. Это очень интригующее и важное направление, особенно это касается, в общем, анализа организации помощи медицинской. Мы недавно провели целую серию исследований, где попытались посмотреть, что дал проект 2006 года, когда были большие деньги брошены в первичное звено здравоохранения. Так вот, по трем локализациям рака, где мы, казалось бы, должны были видеть эффект, он не дал ничего. То есть это, в принципе, анализ возможен, анализ эффективности мероприятий на государственном и муниципальном уровне тоже. Ну и решение я здесь, обсудив, привел. Наверное, все-таки это больший контакт с разработчиками этих программ. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы разработчики не создавали такие проекты, которые не могли бы транслироваться в других рабочих программах. Тогда, ну, как это делает Андроид, а не как Айфон. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Не могли бы Вы прояснить, у меня вот есть вопрос. Вы говорили о медицинском туризме, но не развили эту мысль. Вот что Вы имели в виду? Люди приезжают в Архангельск. Да нет, они уезжают, наоборот, из Архангельска в Германию, в Израиль. И мы не можем эти случаи как-то нормально зарегистрировать в плане исхода лечения. Значит, Вы их зарегистрировали, но они потеряны из наблюдения. Да, мы не можем их наблюдать, потому что они уезжают. У нас очень хорошие данные по смертности, потому что мы знаем все причины почти по всем пациентам. И по всех 26 субрегионах Архангельской области. Там есть ответственные у нас люди, непосредственно, которые отвечают за сбор этих данных. Поэтому у нас есть хороший доступ также к базе данных. У вас есть данные по смертности, да? Вы знаете, это действительно сотрудничество с регистраторами в нашем регионе. Я не включен сам в этот процесс, но я прекрасно знаю, что у нас есть прекрасные данные по смертности. И у Вас сертификаты эти? Вы знаете, мы получаем информацию от ЗАГСа. Да, я понимаю, о чем Вы говорите. Скорее всего, в электронном формате. И что еще хотел сказать? Меня Ариана попросила об этом. Она мне спросила, вообще, есть ли возможность получить данные о количестве населения в регионе 70 и выше. Мы такие данные получали, но, к сожалению, не бесплатно. Мы получали данные от нуля до 100 лет за каждый год о количестве населения для расчета смертности. Николай Иванович, в этом нет никаких особенностей. Мы тоже получаем только за деньги. Да, к сожалению. Николай Иванович, у меня такой вопрос. Вы работаете по программе, там написано «Новел», но понятно, что это мы совместно разрабатывали программу. Они делали то, что называется технической частью. Я знаю, что в этой программе существует блок расчета выживаемости. Причем блок расчета выживаемости, по которому можно считать наблюдаемую и относительную выживаемость, как это положено по программе Еврока. Так вот скажите, вы такие разработки делали? Потому что та работа, которую мы делали с вами совместно, она как бы несколько иначе интерпретировалась. И есть ли проблема сегодня, чтобы с Красильниковым, так сказать, определиться и сделать нормальный блок? Дело в том, это уже мои комментарии, я просто знаю, что Архангельская область располагает огромными возможностями и по популяции, и, естественно, по первичным данным анкологических больных. Потому что там есть компьютерная база данных населения и база данных умерших. То есть огромные возможности по сравнению с другими территориями. Там можно сопоставлять в том числе и умерших от других причин, в зависимости от того, с какой фамилии у вас пациент попал, если даже он умер от другой причины. Да, мы этим тоже занимаемся сейчас. Планируете ли вы в какое-то ближайшее время подготовить какой-нибудь сборник по расчетам наблюдаемой относительной выживаемости, так как это делается по европейским программам? Спасибо. Спасибо большое, Вахтанг Михайлович. Вахтанг Михайлович, профессор Миробишвили, всегда оказывал большую поддержку нашему регистру и, действительно, без его участия мало что могло бы состояться. Наше сотрудничество на новый уровень действительно вышло. В прошлом году мы общего ученика защитили. Что касается расчета выживаемости, да, такая возможность существует. Но я бы хотел все-таки, чтобы мы в контакт с разработчиками софта вошли, чтобы не было дублей, потому что очень опасно необработанные данные в расчет пускать. С другой стороны, мы имеем коды причин смерти в нашей базе данных, поэтому относительная выживаемость не так важна. Но относительная выживаемость для всех присутствующих, я хочу пояснить, это такая расчетная величина, которая, в принципе, не существует в природе, которая использует западные регистры для того, чтобы рассчитать смертность, собственно, от выживаемость, собственно, при... Ну, смертность, да, от определенного онкологического заболевания. Для этого вычитается из наблюдаемой выживаемости, вычитается случай смерти от всех причин. Коллеги, нам нужно закончить, к сожалению, уже время... Виноват. Я просто хочу сказать, что мы просто выбираем коды причин смерти именно от этого онкологического заболевания сейчас. Относительную выживаемость мы можем рассчитывать и будем делать это в дальнейшем. Спасибо.